В преддверии новогодних праздников леса и дороги под особым контролем. Сотрудники МВД вместе с лесничами проводят рейды и проверки автотранспорта. Специалисты напоминают, живые ёлки надо покупать, а не рубить в лесу. В Чебоксарах работают ёлочные базары. Купить зелёную красавицу можно на 14 столичных площадках до 31 декабря. Одна из площадок возле ДК «Салют». Покупателей здесь достаточно. Мы предпочитаем только живую, потому что живая – это же жизнь. Надо покупать на официальном, так сказать, базаре. Зачем портить лес-то? Нормально. По сравнению с прошлым годом, цены почти приемлемы, почти такие же. 50 рублей. Нет, не изменились. Рубля 50 только подорожали. Живые, только живые. Никогда в жизни не покупал искусственную ёлку. Живую ёлку ставлю всю жизнь. Всегда. Потому что ощущения совершенно другие на Новый год. Во-первых, это запах хвои чудесный. Во-вторых, это для здоровья. Фитонциды полезные. И сама ёлка. Поэтому я сторонница вот таких ёлок, которые выращены специально в питомнике. Вот нам привозят из Кирова. Запах такой приятный. Можно утром встать и сразу взбодриться из-за запаха. Настоящую можно потом приехать на дачу, посадить её там. У меня дом большая ёлка, пушистая. Мы наряжали её всей семьёй. И там много разных игрушек. Обычно это там шарики. И на самом верхушке это у нас как там звезда. Кроме этого, ёлочки продают у универмага «Шубашкар» магазины «Европа» на московском рынке. Полный список адресов указан на сайте столичной мэрии. А мы напоминаем. Не покупайте ёлки у случайных продавцов. Они, скорее всего, срублены без лицензии. Штраф за незаконную рубку ели равен от 3 до 4 тысяч рублей для физических лиц и от 200 до 300 тысяч для юридических. Рубить в лесу ветки елей, сосен и других хвойных пород также запрещено. За два и более срубленных дерева наступает уголовная ответственность. Не портите себе праздники. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.